День добрый, уважаемые подписчики и гости моего канала. Кого сейчас не волнует тема выживаемости в полном смысле этого слова на фоне смертельных рисков заболеваемости различными видами вирусных, бактериальных, грибковых инфекций? Конечно же самая раскрученная тема, самая тема на слуху, это тема коронавирусной инфекции и тема коронавирусной вакцинации. Я неоднократно высказывался, записывал видео, писал статьи на эту тему, можете посмотреть в моем блоге, посмотреть на моем канале YouTube. Сегодня же я в качестве учебного пособия рекомендую вам и привожу в описании к этому видео ссылочки с мнением, статьи с мнением профессора Шафалинова. Почитайте, посмотрите, очень умный человек, очень правильно пишет, очень грамотно аргументирует. Это действительно так, я во многом с ним согласен. Во многом я согласен и с профессором Гондоровым на своем телеграм-канале я привожу его самые интересные высказывания, самые интересные статьи. Ну, также я со многими согласен, с другими видными учеными и просто интересными и умными людьми, которые действительно говорят то, что есть на самом деле, а не то, что положено и должно, нужно, как считают очень многие власть-предержащие вам говорят. Вот только, я согласен, вот только во многом. Ну, вот только возникает очень большой такой емкий, всеобъемлющий вопрос, а что, собственно говоря, делать? Да, мы теперь понимаем, как все обстоит дело, но что же нам делать? Что конкретно предпринять? Где выход из сложившейся ситуации? В лекарств нет, не предвидится. Вакцина, как говорят умные люди и достаточно уважаемые, образованные, грамотные, действительно в этом вопросе люди, вакцина не выход. А где же он, тот заветный выход, который так ждут многие люди? Жизнь победит на фоне смерти, либо смерть победит на фоне жизни. Как-то нерадостная получается перспектива. Тема, как бы до конца не раскрыта, нет жизнеутверждающего аккорда в этих статьях. Природа – это нескончаемая череда одних и тех же по своей сути явлений. Технологии, решений. Я хочу сказать, что вот эта природная универсальность на фоне идентичной уникальности – это сплошь и рядом встречающиеся вещи. Людей на Земле более 7 миллиардов. Они все разные, нет абсолютно одинаковых, все уникальны, все до одного. Но вот, например, способ размножения у них у всех один и тот же. У разных индивидуумов, у которых более 7 миллиардов людей численностью, способ размножения один и тот же. Это напрашивается вывод, который дальше я озвучу. Есть отличия в размерах, в цвете, в форме, в объеме так называемых органов размножения. Как говорится, на вкус и цвет цифломастера разные. Но суд-то одна. Другой пример уже из мира, так сказать, социума. Что объединяет самолеты, автомобили, детский самокат? Колесо. Любой из этих предметов, любой по существу из этих изобретений, из этих изобретений, это все подсмотренное у природы технологическое решение. Вспомните, перекати поле. Когда-то давным-давно человек уже одомашнил, одомашнил этих животных, и вопрос у него становился в другом. А как, собственно говоря, заготавливать тот же самый корм для этих? То есть, дальше одомашнил, задача становится дальше. Что с этим совсем делать? И наблюдая, я так думаю, на самом деле, может быть, это немножко было не так, но я так думаю, потому что абсолютно все природные, востокотехнологичные решения, они все перекочевывают в той или иной мере, в мир социума. Так вот, природные клубки из растений, почему они так быстро, мгновенно преодолевают большие расстояния? Потому что у них форма круга, форма шара. Это и натолкнуло человека на мысль, что вот оно, универсальное решение, которое во многом предопределило цивилизацию человека, колесо. Вы можете сказать, а, собственно говоря, при чем тут вирусы? Да, так вот, у них все то же самое. Абсолютно все то же самое. Природа всегда, всегда дублицирует, повторяет свои самые лучшие технологические решения. Всегда и во всем. Любой вирус, неважно какой он, ДНК, РНК, огромный, маленький, плохой он, хороший, неважно. Так вот, любой вирус, для того, чтобы ему ожить и жить полноценной жизнью, он должен въехать в клетку и начать там размножаться своими органами размножения. А что же дальше? А что дальше? Дальше вам надо понять, что же такое вирусные колеса и вирусные органы размножения. Опять же, неважно какой вирус. Он всегда состоит из оболочки, место хранения, ДНК, РНК, составляющие суть данного вируса, управляющими регуляторными, но белками. Суть вируса в том, что разные белки формируют для него определенную среду обитания именно в клетке. Лишите вирус этих белков, лишите вирус этих колес, органов размножения. Вирус станет слеп, глух, не мертв. В статье, вот я привожу опять же в описании данному видео, ссылочку на статью «Гипермутация», где я не только рассказываю о том, что такое стерилизация вируса, почему она наиболее технологичное природное решение при любой вирусной инфекции. Можно сказать по-другому, сделайте из альфа-самца послушного евнуха. То же самое с вирусом. С излишне озадаченным, озабоченным вирусом, который в вас видит потенциальную мишень для своей репликации, для своего развития, просто-напросто надо умерить его пыл, ограничить ему эти возможности, и будет вам счастье. Вот я привожу в описании ссылочку на статью «Гипермутация», где я говорю не только об этом, но и о том, как излишняя активность вирусов прямо, прямым образом воздействует на так называемое просыпание раковых клеток. Они спали, именно от этой вот, они спят во всех нас, но именно от вот этой вот гипермутации, именно от вот этой гиперактивности вирусов, как раз таки они и просыпаются. А что из этого получается, читайте статью, там все хорошо написано. Вирусы должны априори обязаны быть везде и всегда, повсюду. В этом их уникальность природная и убиквитарность. Убиквитарность, по-другому, это повсеместность. Я тоже об этом постоянно говорю. Впервые об этом говорил еще профессор Руманский в 79-м году, в 80-м году. Он первый из, так сказать, ученого мира впервые об этом заговорил. Сейчас многие поддерживают эту идею, но смысл в том, что бороться, как-то влиять на убиквитарность вируса нет никакой возможности. Есть возможность защитить, априори защитить, природными методами, средствами любого человека от любой вирусной напасти. Вот на что надо обратить внимание. Так вот, проблема как таковая не с вирусом. Проблема как раз таки с теми 7 миллиардами людей, которых вольно или невольно, но терапевтическая современная медицина, по сути, сделала инвалидами. Вот мишени для вирусов, для любых вирусов. И нынешняя эпидемия, это только подчеркивает. Те люди, которые более-менее считаются здоровыми, так у них и никогда не происходит никакого заболевания. Они просто бессимптомные носители, так как это должно быть в живой природе. Вирус проник, передал информацию, человек живет дальше полноценной, насыщенной жизнью. Он не болен. Это здоровое вирусоносительство. Соблюдение законов природы. О чем я говорю. Понимаете, вот эти вирусные эпидемии, микробные войны, они ведь идут не только среди людей. Очень многие эпидемии происходят в мире грибов. Очень многие эпидемии происходят в мире растений. Они тысячелетиями воюют друг с другом. Вот эти так называемые микробные войны, вирусные эпидемии. Я постоянно обращал на это внимание. Я буквально в смысле изучал, а какие же, условно говоря, методы ведения войны, методы защиты вырабатывают. Грибы, растения против вирусов. Противостояние идет всегда везде. Побеждает сильнейший. И используя тот опыт, тот активную форму борьбы с теми же самыми вирусами, я просто делаю определенные выводы и переношу этот опыт на людей. То есть, противовирусная активность, она должна быть подкреплена именно противовирусной активностью, которую выработали грибы и растения. Если делать все точно так же, точно такой же результат будет и у человека. Он останется неуязвим для любой вирусной инфекции, для любой грибковой, для любой бактериальной инфекции. То есть, следовательно, он никогда не превратится в вирусозависимого индивидуума, который только и ждет, что трусится, пока этот вирус несчастный, который сам должен его бояться, его убьет. Вирусы нельзя убить, чем и занимается по своей глупости и наивности терапевтическая медицина. И неправильно ориентирует вас. Их нельзя убить, потому что они и так уже мертвы. Их можно ослабить, еще раз, говорю то же самое другими словами. Ослабить, кастрировать, стерилизовать их излишнюю активность. Вот что можно сделать. И именно вот это ослабление вирусное, это полностью природоподобный процесс. Смотрите, секс по-другому спаривание, по-другому размножение. Это движущая, направляющая сила любой жизни на Земле. Любая половозрелая особь, не важно, принадлежит ли она к какому-то кондоминиуму, принадлежит ли она к какой-то части биосферы Земли, должна и обязана подтверждать свою фертильность, то есть способность к размножению. Это подтверждение своей нужности и значимости. Нет у тебя такой возможности. Все, до свидетельствия, лишний на этом празднике жизни. Вот подумайте над тем, что я сейчас говорю. Если вы лишаете вирус, бактерию, грибок, к возможности показать свою активность, показать свою состоятельность природную, то есть вы лишаете ее, по сути дела, жизнеутверждающей силы живой природы, вы лишаете фертильности. Все, они никто. И естественно, вы уже, а не они, будете формировать свое собственное здоровье. Вы не будете зависеть ни от вирусов, ни от бактерий и грибков. На вашей территории, в вашем теле не будут происходить микробные войны. Вы не будете полигоном для этих войн. У вас не будут развиваться болезни, которые вызываются вирусными, бактериальными, либо другими грибковыми инфекциями. Вирус будет проникать в клетку. Он обязан проникать в клетку. Но, помимо передачи актуальной информации, обновления об изменениях в окружающей среде, он ничего не успеет и не должен успеть вам передавать. Я думаю, я более чем понятно объясняю, что так как именно большинство людей в той или иной степени являются хронически больными, аутоиммунными больными, это же не одно поколение уже, у них, они не могут считаться, являться здоровыми людьми. Именно на фоне их заболеваемости, неважно, хроническая это заболеваемость, либо аутоиммунная заболеваемость, либо наследственная заболеваемость, именно там происходят нарушения, связанные с вирусным заражением, с бактериальным заражением, с грибковым заражением, которые впоследствии вырастают в неразрешимую проблему в виде разного рода заболеваний и осложнений. Именно для этих людей ослабить, стерилизовать, кастрировать вирус, первая очередная задача их выживания. Выбирать, что для вас в приоритете, жизнь на фоне смерти, либо смерть на фоне жизни, – это исключительно прерогатива каждого из вас. Я же желаю вам скорейшего обретения здоровья, долгих лет жизни, и, конечно же, чтобы вы стремились как можно больше познавать и узнавать в окружающей вас живой природе. Чем больше вы будете знать и понимать, тем легче и проще будут решаться ваши насущные задачи касаемо ваших заболеваний, вашего восстановления, вашего здоровья, а, следовательно, и всей вашей дальнейшей жизни. Всего вам доброго. До свидания.